Здравствуйте, уважаемые семиклассники! Сегодня у нас видеоурок 6. Политика Елены Глинской. Само собой разумеется, что имеется в виду как внутренняя политика княгини, так и внешняя. 4 декабря 1533 года великий князь Василий III умирает. Новым государем по его завещанию Василия III стал его старший сын Иван. Иван IV, как будет позже прозванный Грозным, Иоанн Васильевич IV Грозный. 1533-1584 это как раз годы правления Ивана IV. Но на момент смерти Василия III Ивану Васильевичу исполнилось всего три года. Отходя в мир иной, Василий III успел назначить опекунский совет. Он состоял из семи влиятельных бояр во главе с двумя боярами Дмитрием Бельским и Михаилом Глинским. Совет должен был управлять Россией, пока Ивану IV не исполнится 15 лет. Русская традиция прежде не предусматривала видной государственной роли вдовы царя, вдовы великого князя, монарха. Однако вдова Василия III Елена Глинская 1533-1538 сумела сосредоточить власть в своих руках и стать регенцией или регентом при Иване IV. Ближайшим помощником великой княгини был прежде всего князь Овчина Телепнево-Боленский. Ну и также митрополит Даниил также стал помощником. Правительство Елены Глинской продолжило курс на дальнейшую централизацию страны. В 1535 году была проведена денежная реформа, установившая единую монетную систему. В Москве и Новгороде стали чеканить серебряную монету весом равную популярной прежде новгородской деньге. Новую монету так и прозвали новгородкой, а чаще копейкой, так как на ней было выбито изображение всадника с копьем, отсюда копейка. 100 копеек составляли 1 рубль. На рубль был лишь единицей счета. Такой монеты не существовало. Кроме копейки выпускались деньга полкопейки и полушка четверть копейки. Также правительство ввело единые меры длины и объема. Денежная реформа способствовала развитию внутренней и внешней торговли и, безусловно, укрепила финансово-экономическое единство государства. Также при Елене Глинской началось проведение губной реформы. В ряде властей, или их называли губа, появились губные избы. Отсюда потом пойдет губерния. Дела о разбое и других уголовных преступлениях теперь разбирали не наместники и волостели, а губные старосты, выборные из местных служилых людей. Это сократило произвол кормленщиков, а значит снизило недовольство населения. Понятно, что Елена Глинская много полезного сделала в свое регенство. В стране велось большое строительство при ней. В 1536-1538 годах в Москве возвели вторую линию крепостных стен длиною 2,5 километра. Руководил работами итальянский архитектор Петрок Малый. Новая крепость с двенадцатью башнями защитила среднюю часть московского посада. Она получила название Китай-город. Почему именно Китай-город? Дело в том, что существовало название Китай в значении Срединная земля или Срединные земли. Был также построен Смоленский Кремль. Основаны приграничные города-крепости Заволчье или Заволочье, Проник, Себеж, Балахна и ряд других, что укрепило оборону западных и юго-западных рубежей страны. В области внешней политики Россия поддерживала добрые отношения с Молдову, Молдавией, Молдовой, Швецией, Астраханским ханством, Ногайским ханством. Глинская подписала мирный договор с Ливонией. Важнейшим событием стала очередная русская-литовская война 1534-1537 годов, в которой на стороне Литвы участвовала и Польша. Сигизмунд I захватил Стародубь и вернул себе Гомель, но не сумел взять Чернигов. После этого русские войска дошли почти до Вильно. Перемирие 1537 года зафиксировало прежнюю границу между Москвой и Литвой. Задание на дом. Два вопроса, которые мы изучим наизусть. Почему перед своей смертью Василий III создал опекунский совет, а не назначил сразу регентом свою жену Елену Глинскую? Второй вопрос. Охарактеризовать суть денежной реформы Елены Глинской. Спасибо за внимание. На следующем занятии мы с Вами изучим опалы и казни великой княгини Елены Глинской. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok